Тили-ти-ли-ти-ти-ли-ли-ти-ли-ли-ли-ли-ли. Давай сегодня поговорим про рот. У нас в последнее время на эту тему идёт очень много озарений. Просто сумасшедшее количество. И, наверное, со временем... Ну, пройдёт немного времени, и мы выдадим на эту тему ещё обучающие программы. Но как-то, знаешь, в последнее время мы много начали таких серьёзных курсов, Когда мы говорим про жадность, зависть Про личностные качества, про эго, про ум А род как бы и карма ушли на задний план Типа об этом уже говорить не надо И типа там информации нет И об этом с этим не работаем А ведь это обман Иллюзия Иллюзия, вот в том числе, что иллюзия Потому что на самом деле мы живем Именно через эти фильтры Именно через эти То есть стеклышки Можно сказать, стеклышки Именно как Мы мир видим Через эти очки Вот очки подходят То есть через эти очки Через эти грани На самом деле и пока Мы это не осознаем Не осознаем и не очистим Мы будем видеть этими глазами Все, вот глазами рода Глазами кармы, жизнь И проживать Не то, что видите, проживать На самом деле, если мы возьмем Тот же род и карма Это одно По сути дела Но при этом, казалось бы, это разное Потому что я же как-то нахожусь в теле А мои мама, папа Они же вот при моей жизни есть Значит, это уже не я Но если мы посмотрим Глубже То это все я Это все я И тогда выделять карму Где шли чисто мои инкарнации И отделять родителей Но это все ветки одного дерева И это все мое дерево Это все я Это все я И не осознав Действительно Вот этих моментов Причем Тоже интересный момент Осознав на чем? На чувствах Мы чувствуем Мы из этого строим Свой мир Мы из этого строим Свою реальность Мы из этого Строим Свои поведенческие реакции И ты знаешь Вот совсем недавно Вдруг Начали выпадать Осознания Такие целостные Так раз И блоком Ты видишь Как строится Жизнь человека Она строится По подобию Его родителей Меняются декорации А человек На самом деле Вообще не меняется В этой жизни Пока он не осознает Ничего И шанс осознать Что-то у него Есть только через боль И через многократное Проживание опыта Кстати в этом плане Помнишь Последний курс Наш Когда мы Вот тот Который сейчас Под закрытой ссылкой Когда мы людей Подвели к осознаванием И становится Просто очевидным Либо ты Возвращаешься назад И проживаешь Все сам Дабы осознать И исправляешь Свои ошибки Либо ты не можешь Двигаться вперед И это игра Сознания И из этого Строится иллюзия жизни И Вот тогда Было очевидно Что Либо ты тогда Возвращаешься И все это Отрабатываешь Осознанно Но ты понимаешь Что тебе надо вернуться Что ты не можешь Дальше идти Но отрабатываешь С позиции Когда ты понимаешь Осознаешь Что это все я Абсолютно все я Понимаешь Точно так же и жизнь Ну вот Человек Который не умеет читать Или не знает Тригонометрии Он попадает В высшее учебное заведение Ты его можешь Посадить В высшее учебное заведение Но становится очевидным Что ему надо пойти Выучить алфавит Разобраться Там с алгеброй С геометрией И так далее Иначе бессмысленно Бессмысленно Идти в вуз И вот здесь Точно так же И с сознанием Бессмысленно Идти вперед Если ты еще Недоразвит А сознание людей Застряло Конкретно На агрессии Зацепилось И застряло А на агрессии А агрессия возникает Почему? Именно потому Что ты Вот представь Человек пришел Тригонометрию изучать А он Не прошел Там первоначальные Классы Не выучил Не выучил Азбуку Цифры Что у него будет Как ты думаешь Когда он будет слушать Что у него будет Возникать внутри Раздражение А раздражение Что вызовет? Злость Агрессия Все Именно на этом Когда подсознательно Человек Он не может То есть он понимает Что он уперся в стену И он слушает И ничего не понимает И он понимает Что это для него Как стена Вот он тупо И не может продвинуться У него естественно Будет возникать Внутри раздражение Агрессия И злость Он только не будет понимать На кого это Он будет выносить Это На эту стену На стену Будет выносить А на самом деле Развернись И посмотри В свой путь Ты Выучил Все уроки Да Ты изменился Так в этом плане Мне даже Иногда так улыбает Когда Человек пишет Я разочаровался В инфодайвинге Это равно Я разочаровался Я разочаровался В себе В себе Или фраза Мне инфодайвинг Не помог Это равно Я не изменился Просто я ленив Я ждал И безответственен Я ждал Что за меня Кто-то сделает Другой А тут мне пришлось Двигаться самому А я сам двигаться Не хочу И при этом Человек уверен Что он стал деятельным И так далее А благодарности Не наступило Нету благодарности Нету Осознавания Есть эго И вот эго Тогда Творит чудеса Оно разносит Все Тогда жизнь разносит И Вот эти вещи Когда осознаешь То осознаешь Что, ребят В инфодайвинг Приходят только те Кто уже Взял на себя Ответственность За свою жизнь Полностью И кто Способен Кто способен Действительно Осознавать Что инфодайвинг Это он Это его состояние Это его изменения Ни чьи-то Ни кто-то За тебя сделает Поэтому в этом плане На самом деле Я иногда смотрю На наши личные Консультации И мне их хочется Как-то Видоизменить То есть И отказаться Не хочется Потому что Есть люди Которым Действительно Нужны они И с кем Действительно Очень эффективное Взаимодействие И в то же самое время Когда к тебе приходит Человек Который не готов Который просто Пришел с болью Помогите мне Снять эту боль Экстренная медицина Хирургия Да То этот человек Он не сдвинувшись С места Он не почувствует Ничего Он на какое-то время Ему легче станет Все Смотри Вот человек считает Что инфодайинг Тоже такой момент Инфодайинг Обычная психология И можно это Обесценить Ну Мне просто Психологическую помощь Оказали А на самом деле Это равносильно Вот человек пришел С переломом К хирургу Да У него там было смещение И Хирург ему поставил На место все кости И действительно Тело само Срастило эти кости Действительно Все случилось само И он так хирургу Говорит Да Что там твоя работа Эта работа Ничего не стоит Оно и без тебя Бы срослось бы Оно на самом деле Без него срослось бы Как Как Но этот человек Этого как Он даже об этом Не думает Он видит Что у него все Срослось А в момент Когда ему было больно И когда он нуждался В этом Он этого не осознает И вот Когда я эти вещи Вижу Понимаю Но ведь Вот это отношение На самом деле К боли К травме К травме психической Или физической Оно приходит к нам Из рода Копированием Именно в роду Человек Ищет И видит Мир через призму Родовых программ И если посмотреть На свою жену Там Кто выбирает жену То посмотри на тещу У тебя будет такая жена Плюс-минус Плюс-минус Да Посмотри на бабушку По этой линии Посмотри дальше И ты увидишь Весь набор Который С которым ты будешь жить По сути своей На самом деле Это так Да Вот Люди Когда сходятся Да Или решают Сойтись Всего лишь На самом деле Поинтересоваться Родом Ты уже можешь Если ты умеешь Это делать Сложить картинку Пазлы своей Приблизительно Жизни В этой паре Да Да Тут просто разум нужен Да И ты можешь Это дело видеть Ты можешь Одеть очки И сказать Я изменю его Он будет совсем Другим Не будет он Другим Сейчас А не слепыми котятами Он с цветочками Он ждет Он красив Да Миф и дизайн Конечно Ты на этот миф Прибеги А дальше Что начнется Это как пчелка На цветочек Какой красивый цветочек А цветочек И скушал пчелку Но тоже Ты знаешь Что меня удивляет Что мужики Самые пиарятся Но Они Самые пиарятся Почему? Потому что Спрос Есть Потому что Женщины На самом деле Настолько Вышли На На второй план Сказать Ну пусть будет На второй По мне Так это вообще Просто на задний фон Вообще вышли Декорациями Стали По парадоксу Да В тень Ушли Настолько Себя Обесценили Что Именно поэтому А мужики Они Себя Не знаю Стали считать Ну я не знаю Тоже То есть Развиваться особо Не надо Ты покажи Что ты мужик Покажи члены Что у тебя Где-то там Что-то есть Покажи Здесь что-то Деградация Какое упрощение То есть развиваться Не надо И к тебе Уже бабочки Прилетят Так смотри Какую роль В этом сыграла Религия Сегодня упрощение Дошло до парадокса Он одел Красивую Шмотку Показал Красивую машину Посидел в ресторане И все Бабочки Цветочки Прилетели Вплоть до того Что подергал Своим членом Под одеждой И все Потанцевал И уже бабочки Полетели Ведь кто Вот эту Деградацию Женскую Деградацию Тут и мужская Но тут же И о женщинах Речь идет Откуда она пошла Она пошла Из религии Женщине Всегда обрезали Крылья Потому что Первична Деградация Женщины Если Деградировала Женщина Все Мир будет Деградировать Это и мужчины И вообще Развалится Все что мы видим Религия Религия Каким образом Возьмем Тот же самый Католицизм Не надо далеко Ходить Христианство Оно просто Оттуда пошло Мужики Захватили Грубо говоря Власть Тогда же Женщины Жгли на кострах Тогда же Женщин Подавляли Мужики До сих пор В католицизме Там Ксензе и дальше Они не женятся Рассвет Гомосексуализма При этом они Очень хорошо На стороне Имеют детей И все остальное Но при этом Вот это идет Разложение общества Подавление женщины Подождите Так интеллект Ребенку идет По женской линии И потом Ваше потомство Недоразвито Деградировано Ваши женщины Подавлены Они ждут от вас Что вы Сделаете что-то А что может Сделать следующее Поколение Если оно уже Недоразвито Относительно этого Потому что мать Не смогла вложить Мать не смогла вложить И казалось бы Меняются декорации Вот здесь же Телефон развивается Мебель другая Машины появились Самолеты полетели Подождите А вы перестали Быть злыми Вы перестали Быть агрессивными Вы перестали Завидовать Обвинять друг друга Изменять друг друга И так далее Вот 11 игр Библейских Они все остались Тупо Просто играются В разных декорациях Циклическая ошибка И это все Из-за чего Из-за того Что женщина Деградировала И вклад в это Внесла религия Парадокс Религия конкретно Вносила вклад В то Чтобы женщина Деградировала Да И сегодня А есть докладно Еще Намеренно 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 Отодвинуть женщину В тень Да За алтарь женщине Нельзя А если мы возьмем Знания в психике Мне все время Так смешно Когда мы заходим В подсознание На самом деле Вот Пускай думают Люди все Что хотят Ну давай честно Говорить на эту тему Вот Тысячи гипнотизеров Тысячи гипнотизеров Десятки тысяч Занимающихся людей Гипнозом В основном 99% Это мужчины Ты встречала Яркое имя В гипнозе Женщины Нет Одни мужики Почему Потому что гипноз Это власть Сколько шло К парасомнамбулизму Возьми Только Украину Россию И Беларусь Сколько людей Говорили о парасомнамбулизме Рожковский Тот вообще На пенсию Ушел И ушел В магию С головой И Все эти вещи Пытались постичь Олег Гребенюк Это человек Который мне Рассказал Про парасомнамбулизм То есть Там Непаханное поле Мужики Сидели И искали Вели клубы Пытались вводить В эти состояния И так далее Пришли Две бабы Две женщины Две бабы И вскрыли Раз И на раз Два Три Сразу Так Фух И несколько человек Ушли Вот этого Боялась религия А почему Мужчина не мог Этого открыть Мужчина не мог Открыть эти состояния Потому что Мужчина Это информация Информация Не может Открыть состояние Более того Для большинства Мужиков Недоступны состояния В принципе Им доступно Состояние власти И из власти Они хотят Получить все остальное Хрен Хрен с редькой Вот что мы имеем Религия Дальше не продвинулась Вот она Ограниченность Потому что Здесь могла Только женщина Только женщина А женщины Ограничили И сказали Нельзя туда ходить И женщины послушно Ну как же У нас же есть мужики Они же такие умные Мало того Посмотри Насколько очевидно И наглядно В церковь Нельзя ходить Когда у женщины Критические дни А ведь Это жизнь Да Нет Ты грязная То есть Ты грязная А в это время Чистый мужик Может изменять Смотри Ты грязная Так ты подумай Грязная То есть Благодаря чему Продолжается жизнь Это грязь Но это настолько Очевидно Чтобы только Замазать Задвинуть Женщину подальше Не идешь Власть не тебе А почему Потому что Это на самом деле Искренняя Женщина Развитая Женщина У власти Да Это не власть Это жизнь Это жизнь Это создание жизни Это развитая жизнь Это жизнь Сама жизнь Любовь Потому что власть Это не жизнь Да Власть Это война И разрушение Да Вот они Подмены Когда Это все Осознаешь Понимаешь Что И это капец Это капец Потому что Это все Прошито У нас В теле В теле Через рот Нитками рода И не осознав Это Ты теряешь силу А женщина Потерявшая силу Это пустота Это эго Это пустое эго Это пустое эго Как погремушка Да И поэтому Женщины Гремят Как погремушки Поговорить Посудачить Занимаются Ненужными делами Логики нету Конечно У них Логики нету Если у них Включен разум То они не разговаривают Они просто делают И все И у них есть результат А если у них Эго То они и не делают Гремят Как погремушки И еще мешают И мужикам Делать то Что они делают Ну так мужики Вы же сами Сотворили себе Такую женщину Вы же сами На этом подавлении Имеете все Что вы имеете Я бы больше Обращалась Не к мужчинам Я все-таки Больше обратилась Б к женщинам Потому что Мужчина Не в обиду Абсолютно Не в обиду Абсолютно Но все Что Есть Если она Как погремушка Пустая звучит Она вложит Эту погремушку Пустую Если она Звучит На искренности На любви На теплоте Она вложит Это тепло В своего ребенка Женщина Прожевана Пережевана Это как смотреть Один и тот Циклическая ошибка Одна и та же Да То что мужики Сейчас начали Себя выставлять И вплоть Даже себя Выставлять Сложно сказать Я бы сказала Вообще На весь экран Выставляется Другое место Просто Ну Только что Там уже Не голое Да Это все Благодаря чему Сейчас Обрати внимание Блин Обрати внимание Секс Не любовь Я уже давно Это говорила И год назад Секс поставлен Во главу стола Все И мужик Считает Что у него Та штука Между ног Которая просто При виде которой Женщина Любая женщина Просто падает В обморок И готова ноги Целовать И счастлива Какой бы он ни был Даже без зубов Там я не знаю Какой угодно Понимаешь Потому что Сама суть поставлена Секс Любовь Ставь любовь Благодарность Искренность Как только Говорят всегда Секс 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 Везде Куда они глянь Вот Все Как только ты поставил Любовь Становится очевидным Что игрушки отвалились И тебе приходится Развиваться А иначе Твой член Никому не нужен Вот В том то и дело И смотри На этой теме На самом деле Когда Твой член Никому не нужен Большая тема Вот Если этот подкаст Будут смотреть Мужчины У которых Аналогичная история Была в жизни А таких мужчин Если взять статистику Ну Плюс-минус Под 50% Вот мужчина Женится У него Все хорошо Вроде как Он считает Что он любит Свою жену Но он скопировал Любовь у своего отца У его отца Была такая Любовь К его матери И у его отца Тоже была История такая же Когда Случилось То что случилось И вот Любовь-любовь И вот подворачивается Проходит время И у него Случается возможность Первое Изменить своей жене Вот первая смена Хлоп И понравилось Жена как бы не знает Но при этом Я получил какой-то опыт И потом дальше 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 Потом Этот опыт Трансформируется Влазит в какой-то момент Когда случается развод С этой женой Я найду Еще 10 таких Потому что Эта самка Меня выгнала За то что я гулял А сознания нет Он находит вторую самку Уже помоложе Покрасивше Там ту-ту-ту Тут же стремится К размножению Чтобы то и доказать Что ты потеряла Зря такого самца Тут же деньги ему нужны Власть ему нужна Все И самоутверждение Он соответственно Второй жене уже Вытирает ноги Самоутверждается Она терпит Она подминается Она же уже За членом пришла И там уже деньги завязаны В какой-то момент Он осознает Он находит Третью жену Прекрасно И эта самка Его выгнала Он уже мстит Двум самкам На выходе Человек мстит Женщине При этом Покупает им квартиры Дома Обеспечивает детей А при этом У него У самого Места Где он был бы Нужен Нету Его нет Потому что Он не нужен Сам себе А на самом деле Эта травма Случилась в тот момент Когда он Скопировал С отца Такого же Ненужного самца Все Так вот И осознания Этого нету Вот В момент Первой измены Уже можно было Знать концовку Ты уже сам себе Не нужен Ты предатель Ты предал сам себя Потому что Ты предал любовь Ну Ты не умел Любить Ты не умел Любить Ты значит Себя не любишь И не умеешь Любить И потом Ты можешь иметь Миллион самок Ты нахрен Никому не нужен У тебя нету Твоего места Ты можешь столбить Сколько угодно Недвижимости Движимости Чего угодно Ты нахрен Никому не нужен Потому что Ты не нужен себе Потому что Ты предал себя И пока ты этого Не осознаешь Твоя жизнь не изменится Потом бутылка Как правило Накрывает Догоняет Так и говорит Что угодно Да Догоняет и говорит Расслабься Мы с тобой вдвоем В обнимку Мы с тобой Друг другу нужны А баба всегда будет Какая-то рядом Да А бабе Бабе какой-то член Покажу Смотри Найти любую бабу Можно Да Это о чем И хоть какой-то Ты о чем Хоть какой-то Но женщины Это о вас Да То есть это же Вы хоть какие-то Хоть какие-то Да То есть для вас Что важно Мужик так считает Только секс Только вот эта штука Представляешь То есть мир вообще Вот просто Перевертыш 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 Где любовь подменена И страдают И страдают И те и другие На самом деле страдают Но ведь Раньше Если вернуться К ведическим знаниям Да Тем же самым К родовым традициям К семейным традициям К сказкам русским народным Ну это Ну блин Там же все написано Черным по белому Черным по белому Меня Знаешь еще что развлекает Кощей бессмертный развлекает То что рядом с ним Должна была быть Елена Примудрая Со временем стала Елена Прекрасная Даже тут подмену ставили Да То есть Кощей лишившись бабы-яги Он мудрость попытался Найти в другой женщине Потому что Самого-то мудрости Не было Но при этом Он потерял на этом Бессмертие Потому что Появился Иван Царевич Который забрал Эту мудрость И вместе с жизнью Потому что Потому что Вот они Блин Вот русские народные Сказки читаешь Просто Обалдеваешь От Красоты И от всего А я сейчас зависла Почему Да Вот Почему у женщин Случилась Вот эта Вот эта Деградация Любви к себе Ценности себя Именно так Вот деградация Ценности себя Осмотри Осмотри Это все та же Религия Это все та же Выдвинуть женщину На задний план Ценность мужчины И что только Мужчина Он добытчик Он может содержать Семью А ты женщина Расти детей Это твоя задача Да Они будут гибнуть Когда мужики Будут выгибать Да Защитники твои Да А вот теперь смотри А если женщина То есть И получается Женщина не развивается У нее задача Расти детей А ей принесет Вот этот В дюбку Муж Покушать И детей покормит Да И сидит вот такая В гнездышке В золотой клеточке Открытую дюбку Да И в золотой клеточке Да И дети такие же С открытыми дюбками Что она этим деткам Вложит Ничего А что у нее есть Ничего Полная зависимость И я прям Для меня Это так видно Выход отсюда Только один Это Когда женщина Не хочет Быть в зависимости А ведь это На самом деле И есть настоящая любовь Любовь это Свобода Свобода А не завязать себя С узами Для того чтобы Ух Выдохнуть Ну все Я замужем Я могу не работать Давай неси мне Зарплату Я буду Я уже не буду работать Да И все И сидит такая дура И не развивается А больше и больше Деградирует Блин Мужики Ну вы же сами подумайте А эта дура Рожает вам детей Это же ваши Родненькие дети Да И вы представьте Что она может Вашим Родненьким детям Ведь вы можете Почувствовать Любовь к ребенку На самом деле Мужики Когда уже видите Ребенка Да И представьте Что ваш ребенок Он просто тупеет Так же Ну я не знаю Мне настолько Это наглядно Женщине надо Развиваться Женщине надо Точно так же Реализовываться Один в один Как и мужчина Свобода И при этом Отношения в свободе Смотри Тогда мы говорим И про развитие Мужчины Сразу Потому что Когда Мужчина Имеет Проблемы Внутри себя С нужностью Самому себе Да Ему же надо Обязательно Подтвердить Свою нужность Женщине И он тогда Будет кричать В силу того Что он сам Себе не нужен Он будет кричать И навязывать Женщине Я нужен Я твой Защитник Я твой Обеспечитель А это значит Сиди дома И не работай И молчи И молчи И он будет Затыкать Женщин Любыми Едкими Фразами На тему Ну ты же Сама выбрала Работать Если у тебя Мозгов нет Или что-нибудь Такое Он же за счет Этого Самоутверждается Приподнимает Тебя над женщиной Женщина Блондинка Опять-таки Мужик Самоутверждающийся Объект На женщине И смотришь На это И понимаешь Сразу Мозгов Нет А теперь Посмотри Психологов В инстаграме Да 99% Поют Одну и ту же Песню Одну и ту же А женщины При этом Сидят Аплодируют И ржут Когда над ними Самоутверждаются Их же Прям вот Просто окунают А они ржут А это все Про интеллект Вот он Когда он отсутствует Ты имеешь Деградацию Вот ты ее Наглядно видишь И что ты С этим будешь делать Ты можешь Изменить себя Ты видишь Слава богу Что ты уже Видишь Измени себя Я расскажу Свой случай Вот смотри По себе Мой характер Ну и жизни Такой Я думаю Всем будет полезно Когда я Не очень захотелось Водить машину Научиться Я пошла На вождение Закончила И Начала ездить И мужа Садила рядом И как-то я И он там Квохчет 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 рядышком Все Ну я Подавляю себя Аж понимаю Теряюсь Очень сильно А водить Хочется машину Однажды Значит Не только Сел мой муж Но еще и Мой брат Двою родную Сел И значит Едем Едем Я за рулем Я волнуюсь Да А они тут Вдвоем Так Она никогда Водить не будет Ой Она никогда Водить нормально Не будет Все-таки Бабы за рулем Это бабы за рулем И я слушала Слушала Вот именно Двоих Я останавливаю машину Говорю Садись за руль Что такое Я говорю Я не хочу Сами ехать И вот Потом мы приехали Все И я понимаю Я пойду Снова Не на курсы А заплачу Чтоб мне Этот инструктор Со мной покатался Со мной покатался И подучил меня Вождению Не хочу Больше слышать Ну да При этом Смотри Никогда Я когда услышала Вот это Никогда не будет водить Я понимаю Что я хочу Водить машину А мне тут Говорят Никогда И значит Я пошла Заплатила инструктора Он садится со мной Мы только начали ехать Он говорит Так ты шумишься Ты шумишь ездить А я рассказала причину Ты шумишь ездить Я говорю Ну вот Рассказываю дальше Он говорит Так Слушай меня Значит Сейчас вот Приезжает Одна машина была на двоих Приезжает Твой муж с работы Ты садишься За руль Мужа Дома оставляешь И едешь кататься Не садишь мужа И я так стала Он говорит И вот так Каждый день И я стала Именно так Приезжать Ну вернее Приезжает Гена Я сажусь Он выходит Я говорю Все Мне так сказали Он слушается И я что я делала Я наворачивала По одному и тому же маршруту По своему району Я нарабатывала опыт Я ездила Просто так тупо ездила Первый раз Я помню Я поехала Я помню Он стоит Такой растерянный Я поехала Я приезжаю Он стоит Такой растерянный Ждет Увидел Машина целая И потом так Раз И потом перестал Он уже И я не помню Сколько Я не помню На самом деле Но я так Наработала Конкретный опыт Все И я перестала Я к чему К тому Что пока Женщина Вот если Женщина согласится Да Я никогда Не смогу Водить машину Это одно А тут Я хочу А мне говорят Нет И она пока Сама действительно Не научится То есть Ценность себя Ценность себя Закрыть Можно в два счета Кстати На эту тему Аналогичная история У меня Права были С начала 90-х То есть Еще Советский Союз Распадался Я уже сдала На права У меня в 95-м Я начала Водить именно машину И так получилось Что потом Я вышла замуж Декретный И сразу У отца была Волга 24-ка И она Без гидроусилителя Ее водить было Очень тяжело Но тогда Очень круто Тогда это была Самая лучшая машина И Отец мне ее давал Крайне редко И то только На прямых участках То есть Я особо не научилась На ней ездить И потом Декрет Все отложилось И потом Уже когда я была Замужем Где-то там Я не помню 96-97 год У нас были Жигули Шестерка И Они Родители И Сашина Достались нам Тут покататься В Минске И мы На них Ездили И я помню Саша Меня учил водить Что мне надо Научиться водить А права-то у меня Уже давно были Получается Много лет И вот Каждый раз Он самоутверждался И В одной из таких поездок Это было Недалеко от Мстиславля Мы ехали по дороге И надо было В лес свернуть Там развернуться Что-то Там еще Его родственники Сидели в машине И он там Начал на меня орать В машине Что я неправильно Еду Там Да-та-та И он повысил На меня голос И я взяла И машину Развернула Посреди дороги А там Навстречку Ехал Маз Но я видела Что он очень медленно Едет Но Этот Маз Вынужден был Остановиться Я вышла из машины Ему сказало Сесть туда И пересела На пассажирское сидение Он был зеленого цвета Потому что он видел Этот Маз Приближающийся Он видел Что я развернула Посреди дороги Машину И с тех пор Он молчал То есть Вот один раз И как обрезала Вот перед этим Мазом Он понял Что ее жена Может утворить Все, что хочет И подмаз И с тех пор Я как надо Я не рискую С тех пор Я ездила И на Жигулях И на Ауди И автоматы И механики И все, что хочешь Но У меня сбоку Сидел и молчал Вот И я тоже молчала Когда он водил машину И вот недавно Только Произошел Обратный сценарий Когда он ехал На моей машине И начал перестраиваться И не посмотрел В боковое зеркало Сперва он там В одном месте Неправильно Ехал Нарушил Потом во втором месте И тут он перестраивается В бочину машины И я ему говорю Выходи Это моя машина Не надо мне портить машины На своей езде Как хочешь Мою бить не надо И смотрю Он опять побледнел И понял Что сейчас Он лишится Игрушки Придется ездить На своем тракторе Ну и А что делать Тут Либо женщина Включает мозг И именно силовой потенциал Потому что сила в женщине Это момент Проявления женщиной силы Женщина боится Противоречить мужу А если пытается Противоречить То она не из силы Исходит Молчаливой вот этой силы Она исходит Из гавкания Когда она пытается Эмоцию на мужика Слить Эмоция это бессилие И у женщины Нет разницы Между силой и бессилием Откуда она ее Могла получить Если она ее Не получила из рода Не получила из своей жизни Не получила Своих родителей Потому что Вот это гавкание Она скопировала А молча силовой поступок Она не может сделать А если она там решается На какой-то поступок То Три минуты гордилась собой Потом Неделю плакала Там месяц пила Потом еще из запоя выходила Хрен знает сколько На самом деле Вот оно На самом деле Так очень много У меня просто На женщин сильных У меня Знаешь, как я говорю Нюх разве Очень много Сильных Женщин Задавлено Мужчинами И они Именно сильных Мощнейших Женщин Они почему-то Своих мужей На первый план И сами Прячутся А я вижу Что сила В женщине В этой А мужик Блин Ее Ее закрывает И она соглашается С этим При этом все Тянет на себе И вот таких Женщин Много Этих Женщин Этих Женщин Надо учить Проявляться Да Иначе Иначе Как вам сказать Правильно Жизнь вообще Нахрен Закончится Мужики Через агрессию Уничтожат Все Спасти этот мир Может только Реально умная Женщина Мудрая Мудрая Женщина Да В которой Просыпается Мудрость И эта Мудрость Внутри Ее Ее надо Найти И открыть В себе А открывается Она с родовой Силой С родовыми Корнями Да Мудрость Но Вот опять-таки Род Здесь И карма В каждой Женщине Абсолютно В каждой Женщине Мудрость Но вот здесь Как раз таки Влияет Род Если Род Красивый Сильный Можно назвать Мудрый То Эта Мудрость Будет Видна На женщине Вот кажется Только все Посмотри на себя В зеркало И ты увидишь себя Но она Почему-то Не будет Этого Видеть Все равно Ей надо Показать А есть Женщины Которых Род Ну он Слабый Он давно Уже Подавлен Дозадавлен И вот здесь Открыть эту Мудрость Здесь действительно Надо труд Так я Вот как раз Говорю про Тех женщин У которых Вот эта Мудрость Она прям Вот она Проявлена Но только Женщина Не видит Ее Просто Показать И тогда Эта Женщина Очень быстро Быстро Начинает Расти И все Вокруг Растет Молниеносно Понимаешь Направо И налево Либо Либо Сами Не имеют Детей Либо Куда Инкарнировать Будете Это Гнилые Ветки Либо В роду Страшные Болезни Вроде Размножился А сам Ушел Страшные Болезни Все Эта Болезнь Скопирована Твоим Наследником Следующим Оно Пойдет Дальше Это Как Гнилая Ветка У Дерева И на Сегодняшний День Если Посмотреть Людей Ну ты Временно Сделал Облегчение Человеку А ветка Все равно Уже Сгнивает Посмотри На свой Род Честно Насколько Он Способен Дать Здоровые Плоды И если Этих Плодов Нету То надо Что-то Делать С веткой В яблонях Это Выпиливают Вот точно Так же Бог Выпиливает Целые Ветви Урода И тогда Игра Для сознания Если сознание Еще сильное Превращается В безродную Когда ты можешь Взять это сознание И направить В другой Животик Да Когда мы это делаем Для того Чтобы человек Мог иметь детей Например А человек Так не может Иметь детей А если это не мы То дальше идет Спонтанный Выбор А спонтанный Выбор На что? На частоту Когда человек умирает А когда человек умирает В боли И там где Злость на весь мир И так далее Какой род он подкачает Вот посмотри Сколько сейчас Умирало на поле Боя Куда они пойдут В здоровое тело Они пойдут Или в больное В здоровый род Или в больной Здесь все очевидно Блин Это настолько очевидно Но это если ты видишь Целостная жизнь И ты видишь Перетекание сознания И ты не вырываешь это Из этого момента Это как вот У тех мужиков Которые впервые Изменили Той жене Которую считали Что любили И ожидают Что у них будет Счастливый конец жизни Ребят Вы похоронили его Еще там Если вы не осознали Все Уже можно ставить На всей жизни крест Вы уже предали Вы когда Ну как же Все говорят Мужику можно А женщине нельзя Все Ты на самом деле Ты заразил Во-первых Свой род И даже если у тебя В роду Ты скопировал Это То есть ты продолжатель Этой заразы Измен Ты уже исказил Все Все дальше и дальше От себя И ты сеешь Это зерно Мало того И женщины Это же продолжают Мужчинам это можно Ой у меня мальчики И можно Да Вот и все Мне хочется сказать Блин Бабы Вы чем думаете Вообще Ну вот Ну совсем Совсем Только Только Грамотность Развития женщины Может Изменить Мир Только Если Этого Не наступает Вот пожалуйста Заканчиваются Семьи Закрываются Рода Вот таких В таких Да И рождаются Больные дети И пошло Все Это все Это тупик Тупик Это деградация В принципе На мышах Это все было видно В том эксперименте Когда было 25 раз Проведен один тот же эксперимент А что мы сейчас видим? Ну Ну на самом деле Вот 25 раз Он все это Очень нормально Показал Ну Просто видеть не хотим Не хотим Да Оно уже Это не о нас Это не сюда Блин Ну посмотри Всего лишь Посмотри Да И осознать Вот этот момент И разобраться Со своим родом Блин Это Это очень много На самом деле Это очень много И без этого Не будет движения вперед Никогда Не будет движения вперед Мы к роду приходили На скольких витках психики Мы кратно приходили Это вообще Еще до того Как мы дошли До личности человека Мы сколько витков По роду И по карме сделали Это информация Оттуда 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 Вот инициклические ошибки Которые прописаны Пока не осознаешь Это Нету движения Но у нас это Тяжело человеку Это дается Жалеет он Жалеет он Себе возможности Двигаться Развиваться И так далее Считает Даже не нужным Не нужным Заменяет на обряды Кстати Сегодня лекция По обрядам Будет Сегодня разнос будет Обряды На ритуалы Да Сегодня волосы Шевелиться у народа Будет Неожиданно Но у нас все вещи Которые мы показываем Психики неожиданные Электризоваться Электризоваться Да Я иногда думаю Хорошо, что мои не встают Когда мы там По психике гуляем Иначе бы, наверное Не очень интересная Картинка была бы Хотя прикольная